Всем привет! Продолжаем серию видеообзоров про оригинальные планшеты европейского качества. Сегодня у нас в гостях Pentagram Tab 8.5. Напомню, Pentagram это европейская фирма, штаб-квартира которой находится в Польше. Итак, планшетик к нам приходит в вот такой оригинальной упаковочке. Это 8-дюймовая красавица IPS-матрицей, HD-разрешением, 4-ядерная производительная платформа, гигабайтом оперативной памяти, Android 4-го поколения, а также 16 гигабайтами встроенной памяти. Но это еще не все. В комплекте к нему в подарке вот такой вот замечательный чехол. Позже я покажу, как он работает, потому что это не просто чехол, а чехол-книжка и к тому же еще трансформеров. Итак, планшет. Приходит нам полностью в оригинальной упаковке. На упаковке мы видим надпись в краткие характеристики, полная характеристика. Упаковка плотная, красивая, яркая, поэтому если мы собираемся кому-то взять подарок, то будет очень даже презентабельно. Итак, внутри у нас сам планшет. К нему вернемся мы немножко позже. Наш красавчик, отложим его пока. Итак, из комплектации она у нас уходится вот здесь. У нас есть зарядное устройство под наши розетки. Дальше у нас идет OTG кабель, специальный кабель, через который мы будем подключать планшеты в дополнительные устройства. О нем немножко позже я также расскажу вам. Так, у нас идет USB кабель для подключения нашего планшета к компьютеру. Кстати, он может определяться как флешка. На него можно перекидывать разнообразные информации, файлы, игры, программы, видео и прочее. Вакуумные стереонаушники и инструкция. Оригинальная инструкция, там есть сожбайс на польском и английском языках. Итак, это что касается комплектации. Как видим, есть все самое необходимое для работы. Поэтому с коробки, в принципе, ничего докупать не нужно. Можно сразу же работать с планшетом. Так, давайте мы отложим упаковочку в сторону и вернемся к нашему планшету. Планшеты тут в витринном варианте, то есть это планшеты, которые стояли на витрине. Они полностью работоспособные. На них могут быть следы эксплуатации, но они не были в продаже. Планшеты, чем хороши, которые стоят на витрине, они полностью рабочие. Поскольку, когда вы приходите в магазин и включаете какое-то устройство, главное, чтобы у него не было никаких глюков, поскольку вы сразу же уйдете или у вас отдачурует тайная модель. Поэтому преимущество тех, что стоят на витрине, это то, что они полностью проверены и на 100% каждая функция в них рабочая. Итак, чем примечательен наш планшет еще? Задняя крышка сделана полностью из металла, вернее, это алюминий. Сейчас многие планшеты изготовлены просто из пластика, изготовители, к сожалению, экономят, но то, что идут на Европу, как правило, идет с задней крышкой из металла, и это именно алюминий. Каждый планшет у нас идет с серийным номером. Если я наведу фокус, вы сможете увидеть, что этот планшет также имеет серийный номер, серийный заводской номер. Так, какие еще примечательные особенности? Это стереодинамики. Как правило, шмутся на стоимость и экономят везде, на чем только можно, и устанавливают в планшетах один динамик. Здесь у нас два динамика, вот два отверстия, это два полноценных динамика. Если загреть одно отверстие, в другом будет играть звук, музыка, мелодия. То есть, чем это хорошо? Тем, что у нас идет стереозвук для просмотра фильма в режиме игр. Звук реально потрясающий. Так, сзади у нас логотип компании Pentagram, там 8,5. Также у нас здесь идет основная камера на 2 Мп, вот ее глазок. Сверху у нас идет такая вот проставочка пластмассовая, в стиле так сделано iPad'а. И крепежные болты по периметру. То есть, он у нас надежно закреплен, качественно сделан, не скрипит, не люфтит и в руках не разваливаются некоторые китайские планшеты. Итак, сверху у нас идет разъем под наушники, в комплекте идут, и клавиша включения-выключения. И на вот этом торце у нас идет разъем micro HDMI, то есть, можно подключить планшет к телевизору, как игровую приставку использовать, как видеоплеер, как прочее. Идет разъем под карту памяти формата microSD, поддержка максимально на 64 гигабайта. Клавиша домой, она дублирует программную клавишу, и клавиша reset. Вот основной функционал. Экран у нас 8 дюймов, здесь идет полноценный IPS-матрица, имкосной слой, и полностью это стекло. То есть, это не пластик, где шел в планшетах, а это полностью стеклянный экран. Тактильное ощущение невероятно хорошее, отзывчивость сумасшедшая, поэтому при работе с планшетом получаешь истинное удовольствие. Также есть у нас фронтальная камера 0,3 мегапиксера, которую можно использовать для видеосвязи, к примеру, для скайпа. Планшет лежит в руках отлично, очень удобно его держать, как вот такой ориентации, как в ориентальной, так и в вертикальной ориентации. Но хочу сказать сразу, что сборка здесь действительно очень качественная, такое не встретишь, или редко очень встретишь на рынке Украины, особенно за стоимость до 2000 гривен. Это практически нереально. Если успеете, советую приобрести данное устройство, он послужит вам верой и правдой. Действительно качественный, хороший планшет. Тем более, это оригинал, у него есть прошивки даже в интернете, в общем, можете почитать, много про него есть информации. К сожалению, опять же, я замечу, они редко попадают на территорию Украины. Ну что, про планшетик общей характеристики мы сейчас посмотрим, а давайте посмотрим, что такое у нас в комплекте в виде чехла. Так, как обещал, показываю чехольчик. Как видим, он идет на магнитной застежке. Он достаточно тоненький, и он полностью подходит под наш планшет. Даже есть сервисные разъемы, то есть, к примеру, можно закрыть его и слушать музыку. Да, вот видим, вход под наушники у нас открыт. Также у нас открыт вход под microUSB, под HDMI, то есть, можно подключать его к телевизору, сразу же вынимать среди карты памяти и заряжать его. Что касается внутренней части, то здесь очень удобно, что есть вот такие вот натяжные застежки, не пластмассовые, не металлические. Металлические, чем плохие, они могут поцарапать планшет, да? И со временем они могут быть выдираться, либо ломаться. Особенно это характерно даже не для лидических, а для пластмассовых. То есть, металл он царапает, пластмасса, она ломается, трескается. Такое подобное закрепление надежно его крепят, то есть, он не выпадет у вас случайно из чехла, и при этом ничего не поломается, не треснет и не поцарапается. Чем еще примечательны данный чехол? Тем, что можно использовать его вот в такой, в горизонтальной ориентации. То есть, мы можем, есть сзади такая специальная защелка, и вот планшетик теперь у нас вот в таком формате. То есть, фактически мы можем смотреть фильмы, включить, например, клавиатуру и мышку, использовать его, например, как планшет. То есть, реально много таких возможностей представляет этот чехол. Ну, опять же, его очень легко с собой переносить. Закрыли, все, понесли с собой. То есть, вот такой вот удобный чехол, который в комплекте, и с которым всегда будет вам, будет защищать ваш планшет. Ну, мне кажется, даже очень стильно так выглядит. Он сделан под кожу, поэтому реально очень классно. Что, про чехол рассказал, идем дальше. Идет планшет, посмотрели мы комплектацию, увидели чехольчик прикольный. Теперь наша задача посмотреть, что же из себя представляет наш планшет именно в программной части. Итак, изначально мы видим рабочий стол, клавиша сблокировка, здесь все стандартно для андроида. На рабочем столе у нас могут располагаться виджеты. Вот видим, например, ну, изображение погоды. Да, есть виджет погоды. Видим сейчас, вот снимаю видеообзор, на улице у нас 14 августа, 20-21 и влажность до 94%. Это виджет. Его можно устанавливать абсолютно без проблем. На рабочий стол могут также находиться обои. В чем обои могут быть любые. Длинным тапом выбираем, которые нам интересны. Ну, например, какие вот есть. Живые обои, да. Вот сейчас спрашивают, можно и ставить живые обои. Можно, например, есть 3D-галактика, да. Почему показывают? Поскольку часто возникают вопросы, видимо, покупают планшет не только себе, там и детям. А детям очень интересно, чтобы были вот эти живые обои, которые фактически при использовании, так как бы, делают, как не то что виртуальную реальность, так и 3D-мир, как бы. Вот, смотрите, это у нас сейчас загрузились живые обои. То есть, фактически я сейчас могу листать рабочий стол. И вот у меня там в заднем фоне вертится земля, летит метеорит. И вот сейчас у нас, как бы, такой космический планшет получился. Опять же, все эти обои без проблем ставятся. Если вам необходимо, то можете при заказе планшета сказать, и эти обои у вас также будут установлены. Все абсолютно без проблем. Так, также с длинным этапом можем поменять обои на любые другие, можем брать из галереи, можем скачать. В общем, в плане обоев здесь очень много всяких вариантов, поэтому все ставится абсолютно без проблем. Ну, примерно такие поставим, нейтральные, да? Готово. И вуаля, у нас уже вот такие вот обои. Так, переключаем. Сверху есть клавиша, если заметили. Вот она, программная, переключается в режим всех приложений. Если есть рабочий стол, на который вынесены отдельные ярлычки, то переключением верхним правом его мы можем перейти в режим полных приложений и здесь посмотреть все, что у нас есть. Давайте начнем с характеристик, то есть программки Antutu. Посмотрим все основные характеристики и потом уже продолжим изучение планшета. Хочу сказать сразу, что производительность его хватает с головой и для просмотра видео, и для прослушивания музыки, и для посещения сайтов, и в том числе для игр. Так, смотрим. Набирает он почти 16 тысяч баллов в зависимости от нагрузки, то есть я его тестировал уже с установленной программой, приложениями. Если он полностью чистый, набирает он даже 16 с копейками, то есть для него это абсолютно не проблема. Так, информация. Pentagram Tab 8.5 видим, 4.1.1 Android, Amlogic AML8726MX здесь процессор, Mali-400MP видеочип, 1024x720 здесь разрешение. Хочу сказать, что система здесь состоит из 4 ядер на базе 2 ядер КПУ, то есть вычислительных процессора и 2 ядер ГПУ, это видеопроцессор. Процессор сам КПУ, у него на каждой ядер по 1,5 ГГц, и 2 ядра видеочипа идут по 400 МГц. Так, основная камера сидит на 2 Мп. Так, гигабайт оперативной памяти по умолчанию, 16 гигабайт встроенных, из них доступно порядка 12, причем более, даже не 12, а 13. И хочу сказать, что почти 12 отведено просто под установку приложений. В чем проблема многих планшетов? Это память. Зачастую 4, редко 8, а еще реже 16. Вот у вас 8, а из 8 вам доступно где-то порядка, если не ошибаюсь, 5. Вот 5 гигабайт, вы можете вставить приложение. Да, карта памяти, но на карту памяти приложение не ставится в 4-м андроиде, там нужно танца с бубном делать. То есть поставили там на своих 5 гигабайт и забывайте. Но на 16 реально можно ставить, ну, сейчас вам покажу, там в конце будет видеообзор про игры, я много чего поставил, и даже память свободное еще осталось. Так, идем дальше. Так, процессор, видим, работает тактового числа 1512 МГц, он подлежит разгону, то есть его можно разгонять, кому интересный разгон. Так, разрешение 1024 на 720, плотность пикселей 160 dpi, проходим тест мультитач, то есть полных 5 касаний. То есть есть у нас мультитач на 5 касаний, кто хочет на пианино в несколько рук играть, можете играть в две руки. Так, пойдем дальше с характеристиками. Камера 0.2 мегаписеля, перейдя 0.3 мегаписеля, андроид 4.1.1. В общем, система очень интересная, производительная, и напомню, что для того, чтобы играть в игры или там смотреть фильм, ее вполне будет достаточно. Так, идем дальше. Что касается дисплея. Напомню, здесь IPS-матрица стоит, с высоким разрешением. Экран очень чувствительный, очень яркий. Не знаю, придает ли краски сама камера, но в этом плане экран действительно... Ну, видим сейчас по пересвету, из-за того, что свет не очень хорошо падает, а так, в принципе, экран достаточно яркий. Чем хороша IPS-матрица, тем все под разными углами, планшет не теряет свои свойства, и изображение не искажается, то есть света не инвертируется. Так, что еще хочется сказать про экран? Есть режим настроек. Вот если мы проведем свайп, мы проведем вниз, сверху вниз, то мы сможем перейти в режим быстрых настроек. Здесь можно регулировать яркость. А также, видим, я даже не могу ставить высоко, потому что пересвечивать картинка, мне хочется яркость уменьшать, поскольку экран очень яркий, идет пересвет по изображению. Есть режим также полных настроек, в том числе и по экрану. Есть в описании, я указал, что есть такая штука, как шрифт, да, поскольку иногда используют люди со слабым зрением, для того, чтобы зрение напрягать, можно использовать шрифт крупный, обычный, мелкий и даже огромный. Фактически изменяется размер букв, и вы сможете без проблем смотреть все, что вам необходимо, не напрягая зрение. Обращаю внимание, что прошивка здесь полностью русифицирована. Если мы обратим внимание, то зайдем в языки E-Vot. Есть здесь и русский язык, и это к уж украинскому, аварийно. Так, зараз, я продемонструю. Язык E-Vot. По умолчанию у нас есть русский, QWERTY и украинский, то есть мы можем вводить символы украинской мовы. Так, идем дальше. Даже есть вещи, как проверка правописания, могут загружаться специальные словари, и есть раздел для разработчиков, через который можно включить такой раздел, как USB-отладка. Планшет можно рутировать без проблем, кому необходима рутрава, их также можно получать. И есть автоматическое обновление системы. Сейчас, на текущий момент времени, система полностью обновлена. Так, что касается модулей. Модуль Wi-Fi. Здесь, конечно же, есть, достаточно качественный. Видим, что хороший уровень сигнала, причем мы находимся за три комнаты от Wi-Fi модуля. Есть сетевые подключения. Хочу отдельно сказать, что есть HDMI. Через HDMI мы можем вводить изображение на телевизор, и даже в Full HD разрешение. Ну, как видим, весь интерфейс просто понятен, поэтому настройка планшета, если вам необходимо что-то настроить, это можно будет сделать без проблем. Но хочу сказать, что у нас планшет настроен по умолчанию, поэтому прямо с коробки можно включать его и им пользоваться. Есть отдельный раздел, позволяющий подключать мобильную сеть через внешние 2G и 3G модемы. Поддерживает абсолютно без проблем. Есть геопозиция, то есть по аналогу от GPS, определение вашего местоположения по координатам сети, будь то внешний модем, либо Wi-Fi. Так, ну что, вроде бы по настройкам я вам показал, рассказал. Идем дальше по основным, наверное, программам пройдемся, которые здесь есть. А ну, тут я вам показал, есть установлен уже флешплеер, есть Facebook, есть файловый браузер, через который можно открывать папки, перемещать программы. Теперь, в общем, отдельно останется на таком полезном приложении, как Play Market. Очень важно. Этот Play Market, он не заблокированный, он открытый, он работает. У вас есть возможность добавлять Google аккаунт, то есть у вас есть возможность пользоваться всеми сервисами, где нужен Google Play Service, либо другие сервисы от Google. В том числе, вы сможете взять в онлайн игры, где нужна привязка к Google аккаунту. То есть этот планшет поддерживает полноценный Play Market и Google аккаунт. Есть приложения, игры, все, что заходите. Здесь десятки тысяч разнообразных программ, причем есть абсолютно бесплатные, вы за них ничего не оплачиваете. Нажимаете на программу, которая вам понравилась, и нажимаете «Установить». В зависимости от размера программы она загружается на ваш планшет, в среднем это несколько минут, и после чего у вас появляется иконка приложения, вот буквально вот здесь, и вы сможете им пользоваться. Что касается выхода в интернет. Здесь есть встроенный браузер, достаточно многофункциональный, поддерживающий закладки, поддерживающий флеш. Можно напрямую с интернета загружать музыку, видео, сохранять фотографии. Давайте выйдем на какой-нибудь сайт. Я традиционно выхожу, кстати, видим, да, вот украинская клавиатура, и вот нажимаем, можем переключать ее на русскую, либо кверти. Ну, нам нужно сейчас кверти. Выйдем на варнет. Я традиционно выхожу на этот сайт, поскольку он очень загружен по разнообразному контенту. Во-первых, он демонстрирует работу планшета, во-вторых, вы в дальнейшем сможете в него выходить. Здесь есть новости, здесь есть разнообразные развлекательные, всякие штучки. Здесь есть демотиваторы, можно почитать, можно посмеяться, можно расслабиться после труда дня. Очень много фотографий выкладывают, особенно в преддверии пятницы. Есть там видео в разнообразных форматах, поэтому приколы здесь есть. В общем, все, что захотите. Вот, например, есть чувак, который тренер по фитнесу, даже было интересно почитать, он полгода себя запустил, в общем, прятился вот такого вот толстячка, а потом за полгода вот смог, снова вернуть себе форму. То есть, главное, что здесь идет мотивация. Так, что касается автоповорота экрана, здесь он тоже есть. Есть возможность смотреть в горизонтальном, вертикальном. Вы можете увеличивать, уменьшать. Длинным тапом на картинку вы можете ее сохранять у вас в галерее. Что касается интернета, я вам показал. Многих интересует еще возможность просмотра онлайн-видео, таких предметов, как YouTube и прочих. Поддерживает планшет онлайн-видео. Ну, давайте выйдем на тот же самый YouTube, да? Давайте. Посмотрим, как у нас загружается онлайн-видео. Многие спрашивают, можно ли там вставить для ребенка фильмы, мультфильмы, все, что захотите. Конечно, можно вставить. Главное, что у вас работал Wi-Fi, и без проблем все будет воспроизводиться. Также здесь будут вставить программы для проигрывания TV-каналов. Тоже очень классные. Вы сможете ее воспользоваться. Видим, здесь уже стоит приложение YouTube, то есть он уже предлагает вам открыть. Что здесь у нас есть? А ну-ка. Так. Здесь прикольные видео. Девушек катают на авто. Девушек. Девушек катают. Девушек катают. Так, сделаем погромче. О, не тихо, слышно громко. Да, там скорости, наверное, невероятные. Да, это все YouTube. Ну, ладно, я там показал, что еще там. Могут вот Маша и Медведи, да? Маша и Медведь. Что-нибудь. Сборник летних мультик. Вот, целый час можно поставить, либо они будут развлекаться. Также без проблем есть онлайн кинотеатры, через которые сможете посмотреть, как старые фильмы любимые, так и все новые новинки. Даже есть те, которые только вышли на экранах кинотеатров, поэтому все можно загружать через интернет. День варенья. Ну, в общем, видим, без проблем проигрывается видео. Напомню, здесь IPS-матрица, поэтому если покупаем для ребенка, но и для себя, то глаза не будут вставать, в отличие от M-матрицы, где под разными углами картинка искажается, и цвета становятся, идут по инверсии. Плюс здесь что-то высокое разрешение, поэтому пикселизация не видна, поэтому, конечно, здесь полное качество картинки. Удобно просматривать видео, фото, играть в игры, ну, любую визуальную информацию. Так, окей, ребят, не будем искать Машу и Медведеву, у нас не хватит на это время по видеообзору. Так, клавиши, да, наэкранные клавиши. Клавиши назад, на шаг назад возвращаемся. Клавиши домой возвращаемся на стартовый экран. Клавиши запуска активных приложений, только что видели, я их закрывал таким образом. И клавиши наэкранные по регулировке звука. Как видим, все просто и понятно. Есть отдельная программа для воспреждения музыки, MP3, RAV, простите меня, MP3 проигрывает, и другие, уже даже забыл форматы, даже не, уже заговариваю. И другие музыкальные форматы, это Mi проигрывает абсолютно без проблем. Так, что еще хочется показать, рассказать? Есть специальные фирменные программы от Pentagram, я их показывать не буду. Есть Office Suite, фактически возможность просматривать, редактировать офисные файлы. Это Excel, PowerPoint, PDF файлы, Word файлы. То есть, здесь абсолютно все без проблем. Так, что еще хочется показать? Есть видеоплеер, который позволяет вам проигрывать абсолютно любые видеоформаты. MP4, IV тоже. Есть браузер Delfin, который тоже можно использовать. Так, галерея. В целом, остальное все стандартное. Понятно, здесь стоковая прошивка, она не обременена всякими надстройками. Для ее пользы не нужно быть опытным в плане Android. То есть, если даже вы никогда не держали в руках Android планшет, то с этим планшетиком буквально за первых 5-10 минут вы будете опытным пользователем. Так, чтобы еще показать, рассказать, да вроде бы я, наверное, уже все показал. Можно переходить к игровому обзору, поскольку многие покупают планшет как игровую приставку, и, конечно, хочется посмотреть, как можно в ней играть. Но прежде чем показать игры, я сейчас продемонстрирую работу OTG. Я обещал, да? Обещание нужно свое выполнять. Так, клавишу все нажимаем. Вот OTG кабель для подключения внешних устройств. А вот моя обычная флешка на 4 гигабайта. Не важно, может быть 8, 16, 32, не важно. Вот у меня на 4 гигабайта. Так, вставляем вот так флешечку. И теперь вставляем наш планшет в microUSB разъем. Не помню, на этой флешке есть индикатор. А, да, видим, есть индикатор. Заработала флешка, подалось на нее питание. И сейчас посмотрим, через файловый браузер должна появиться у нас USB флешка. Вот наш файловый браузер. И видим, у меня есть локальный диск. Это мой, то, что у нас в планшете. И вот USB, то, что подключилось. Сейчас мы можем манипулировать. То есть мы можем копировать файлы с флешки на планшет. То есть, к примеру, вы там фотки какие-то скинули на флешку. Или там фильм у вас какой-то есть или музыка. И вы можете спокойно с флешки перекинуть его на планшет. Вот таким вот образом. А потом, к примеру, с планшета через Wi-Fi загрузить их в Instagram, ВКонтакте, в Одноклассниках. Очень удобная штука. Флешку принесли с собой, перегрузили. Или кто-то знакомых вам дал тоже. Или карту памяти вставляли через флешку. И видим, у нас есть Excel-овские файлы. То есть мы можем работать с Word. Сразу открывать, проигрывать музыку напрямую. Даже можно какую-то музыку запустить. Пресс большого бодона, да? Объемный звук. Не знаю, передает ли сама камера. Но звук, наверное, объемный. Так прикольно передает звук получать. Причем я могу вернуться дальше работать с планшетом. И музыка автоматически переключает свое вещание. Так, это что было УТГ. Обещал, показал. Пожалуйста, УТГ здесь работает. Таким образом можно подключать любое внешнее устройство. Мышки, клавиатуры. Даже внешние жесткие диски также можно подключать. Так, ну что. Все, наверное, вещания я выполнил. Ребят, не без сути. Мог что-то забыть, конечно. Но постарался все вам показать. Ну, пока кроме игры. Я помню, игры я обязательно покажу. Поскольку много вопросов. А покажите игры, запустите ту, запустите ту. Постарался уже накачать сюда много игр. Все, что вы просили. Но, по крайней мере, те вот интересные новые игры я сюда загрузил. В принципе, камера. А еще вернемся к камере. Ну, камера, в принципе, здесь рассказ. Здесь стандартные настройки. Камера может делать видео. Может делать фото. Есть возможность выбирать баланс. Можно выбирать экспозицию. Можно выбирать геотеги. То есть, фактически, когда вы делаете фотку, планшета приедет, в каком месте вы находите, и подписывает фотку, где она была сделана. И максимальный размер на 2 мегапикселя. Можно переключиться в видео, решив панорамную съемку. И переключиться на переднюю камеру. Использовать ее, например, для видеосвязи, либо для селфи. То есть, по камере здесь все просто понятно. И камеру здесь легко использовать. Батарея. Здесь батарея идет на 6000 мА. Ее, в принципе, достаточно. Всего понемногу, где-то 6 часов. Проигрывание онлайн видео. То есть, например, если вы напрямую онлайн вещаете. То есть, у вас работает и экран, у вас работает и Wi-Fi. То где-то порядка 3-4 часов планшет так воспроизводит. Тяжелые игры тоже где-то такое же время. Ну, а если всего понемногу, то 6-7 часов планшет без проблем вытягивает. То есть, достаточно качественная батарея. И оптимизированная прошивка по планшету. Кстати, можно поставить, например, специальные серверы, которые будут сохранять энергию, закрывать автоматические программы, очищать память. Здесь тоже все это есть. Все, ребят. Ну, теперь уж точно все рассказал, показал. И теперь переходим к игровому видеообзору. Начинаем игровой видеообзор с Modern Combat 5. Да, такая современная игрушка. Они сказали, о, что он здесь запустился? Он запустился, еще идет. Сейчас мы можем пострелять. Игра, конечно, интересная. Нужно, наверное, уметь... А, это что? Взрывчатка. Нужно подойти, получается. Что, я попал хоть в кого-нибудь? Скажу, ребят, сразу. Я не геймер, поэтому прошу меня... Так, какую-то звездочку заработал. Вроде бы, если он его убит, то можно оружие даже забирать, если он его оставил. Потому что ни у кого оружия не вижу. Ну, в общем, оружия, походу, здесь нет. Ну, по крайней мере, с него не выпало. Идем дальше. Ну, видим играбельный интерфейс. Он еще подсаживает. Прикольно. А его теперь... Так, ну, давайте еще чуть-чуть поиграю. Ради интереса просто, да? Так, что здесь у нас? О, еще 300. Лодка. Ну, главное, я без паники. А что это такое? О, это снайперский режим. О, прикольно. Только не пойду. Ну, кому не интересно, мотайте дальше. Просто у меня все говорят, что я так мало показываю игры, что я сразу же переключаю, что типа игра будет дальше глючит или вылетать. Я вот решил вот этот раз в игры подольше поиграть, чтобы уже не было скептиков, чтобы меня не обвиняли в том, что игры вылетают потом. типа я поэтому поиграю подольше и покажу вам, что игра... Опять же, я не профессионал в игре, а ты, видите, мне немножко туго приходится. Игра, конечно, очень динамическая. О, поменялось. Что-то убойное такое. А это что такое? А это я свою винтовку выкинал? А тут тоже есть прицел, да? Компакт какой-то. Ух ты, круто. Ха-ха. Ух ты, вертолет. Ух ты, вертолет. Динамичная группа, конечно. Клэп. Ну давай, а туда уже, наверное, взрывайся. Есть. Супер. Притунничтожил. Играем следующее у нас мегаполярная игра. Это, конечно же, Асфальт. Асфальт 8. Покатаемся. Уху. Полетели. Ах. Видимо, отлично идет. Уху. Классная игруха. Реально очень динамично. Мне кажется, среди гонок, можно сказать, что, ну, если не самая лучшая, то одна из лучших игр на текущий момент времени на андроиде. Потрясающая графика. Потрясающий геймплей. Большое количество машин. Трасс. Хороший онлайн режим. Полетели. Полетели. Вот это я отдал. В общем, игра идет, как видим, абсолютно без проблем, без тормозов, без фризов, без подвесаний, без вылетов. То есть играешь, получаешь истинное удовольствие Ну, единственное, что, конечно, с меня игрок может быть не самый лучший Но, тем не менее, наша цель не побеждать, а просто показать сам геймплей Чтобы мы могли приобрести планшет и в дальнейшем покорять просторы Видим отражение, все здесь есть Да, это я выиграл, такое место непонятное Оу Ой, класс Ну, график, конечно, обалденная игра, очень сильная по графике Безусловно, постарались разработчики Все нахваливаю игру, ну, реально она классная, прикольно Поиграете, посмотрите, думаю, вам понравится Ой-ой-ой, вот и попал в аварии, но ничего Ну что, ребята, думаю, что для асфальта восьмом рассмеял ставить пятерочку И двигаться дальше Я думаю, эту игру не стоит представлять, все, наверное, узнали Это GTA San Andreas Офигенная игра, одна из моих самих любимых игр еще со времен PC-платформы Этот планшет поддерживает абсолютно без проблем эту игру В отличном разрешении, в классном качестве, с детальной прорисовкой Отлично здесь идет Поэтому эту игру можно... Любую игру, кстати, которую вы видите в видеобзоре, может быть бесплатно вам установлена при заказе планшета Потому что многие спрашивают, ой, класс, игра понравилась, можно ли с ним? Ребят, пожалуйста, абсолютно бесплатно для вас любую игру с новим Заходите в все четыре игры с новим, которые вы видите в видеобзоре Ой-ой-ой, текать, текать Если успею Ой, не успел Но ничего страшного, мы можем сейчас восстановиться Продолжим свой путь Сейчас еще немножко покажу геймплей Что-то у нас Это уже вечернее время Сейчас будет вечеречь Сейчас появится много огней Очень красиво, включаются фары И надо просто прикольно поколесить по городу Большой город Много всяких деталей Много очень миссий Видимо, что-то с полицейскими случилось Они чего-то перлись в стену Ой-ой-ой Видимо, освещаю Работают фары Ну, даже просто взять, покататься по городу Взять себе какую-то машину Которая вам больше всего нравится Быструю или медленную Можно даже мотоцикл найти В общем, в этом плане игрушка, конечно Классная Ну, или просто подурачиться Можно В общем, это был GTA San Andreas Думаю, тоже можно смело для этой игрушечки Ставить пятерочку Скорее, у нас World 2 Многие меня просят, чтобы я показал Хотя бы одну игру, где есть open world Это большой мир, где можно бегать Выполнять миссии Покупать себе разнообразные там Мечи, посохи Играть за сказочных героев В общем, вот эта игруха Видим Чем-то она напоминает мне Если может кто-то знает Elder Scroll 3 То есть Morrowind Здесь также можно ходить в здание Открывать Покупать Торговать Убивать Разговаривать Выполнять миссии Ну, в общем Кстати, тут даже Я думаю Дня не хватит все рассказать Просто показать функционал Открываем дверь Заходим Можно брать различные предметы Если мы их находим Можно разговаривать Я думаю, если мы что-то возьмем руками Можно даже что-то украсть Наверное, да? Ага, не получается Не дает нам возможности Ничего с кем сделать Появляется вот рука Давайте будем выйти Из этого замечательного Красивого неба Такое Прорисовка, конечно, обалденная В игрухе Но она достаточно требовательная Хочу сказать Чтобы такое прорисовывать Нужна мощная система Ну, видимо, планшет справляется С игрушкой без проблем Она тоже может быть установлена На ваш планшет Просто при заказе Скажите, что вам нужна Эта игра с видеообзора И вам бесплатно Ее абсолютно установят И будете радоваться Так, куда это я? Подгружается новая локация Или какая-то новая миссия Да, еще со времен компьютера Так он даже мечтает Не модель, да? Только на компьютере Вот, а тут реально на планшете Да, классно, конечно Разработчики Молодцы, что такие игры выпускают Вот мы уже за пределами Замка Что тут у нас такое? Березы Ну, очень березы, кстати Похоже, деревья Что это? О, вот Сейчас будем биться Видим Вот моя жизнь Вот жизнь этой большой крысы Крысы я победил По идее, теперь Когда могу на нее навести И что-то с нее взять Да? Ага, вот Могу взять Что-ли, кресинное мясо Здесь все И еще какие-то монеты В общем, бегаем по миру Выполняя миссии Можно просто бродить Знаете, как вольный стрелок Находить разные подземелья Убивать разных монстров Выбивать с них разнообразные супер вещи Очень красиво Реально, да? Большой мир Игруха Обалденная Тем, кто нравится Open World Пожалуйста Приобретайте планшет Видите, что вам ее поставили И Вперед Покорять мир Ну, это вы тоже Точно узнали Как видим Это у нас Мир танков Блиц Андроид-версия И сейчас Я продемонстрирую Игру на этом планшете Так, какой бы нам танчик взять Т49 Да-да, нормальная машинка Давайте Повторюсь Я не супергеймер Прошу меня не ругать Что я там подвожу команду И прочее, прочее Я вам просто показываю Как игра идет на этом планшете Конечно, это бы помочь команде Выиграть Но К сожалению Геймер спиня не Самый лучший Возможно У вас получится лучше Играя в эту игру И заметьте Сколько игр я уже играю Все они установлены на планшете На планшете С меньшим количеством памяти Они просто не установились Я уже не говорю про производительность Без гигабайта оперативки Конечно, была бы печаль Эти игры бы тоже не пошли Так что Производительная платформа В тандеме С большим количеством Свободной памяти Обеспечивают Поехали Так И куда бы здесь ехать Я Кто? Я ПТ, кажется Да? Это меня, типа, ПТ Какой-то спрятаться Наверное Да? Даже Даже не знаю Честно говоря И сразу же умереть Не хочется Попробуем здесь встать Где мои Коллеги по команде Все ушли на фланг Что ли с ними поехать? В один в пуле не воин Обычно Гурьбой не стоит ходить Да? Я маленький Слабенький Ой-ой-ой Ой-ой-ой Тут уже на нашей базе Управление Как мы не привыкли Как мы не видим like Это Подавн S And С Б hiçbir В общем, подбили меня, ребят, ну, видимо, урок смену, в принципе, видимо, игрушка идет. Вот мой товарищ по команде. Это КВ. А, КВ какой? КВ-3. Ну, как-то так. В общем, кому нравится мир танков, тоже можете смело в нее играть. Видим, играть абсолютно без проблем. Хороший играбельный FPS. Ну, думаю, что у вас будет более лучший профессионал, чем с меня. Видимо, я как-то особо не пострелял и особо пользы команды не принес. Ну, что ж. Будем считать, что за мир танков, Блиц, можно тоже ставить пятерочку. Что нужно подводить в смелые итоги? Мы с вами уже и поиграли, и программу посмотрели. Что же мы имеем в сухом остатке? Мы имеем качественный 8-дюймовый планшет от польской фирмы Pentagram. Tab 8.5, заводской индекс P53-44. Здесь замечательный 8-дюймовый экран, IPS-матрица, HD-разрешение, гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти. Производительная платформа, позволяющая и фильмы смотреть, и мультики, и музыку проигрывать, и играть в тяжелые 3D-игры, что я, собственно говоря, продемонстрировал. У нас есть вот такой режим, мы можем подключать к нему внешние устройства. У нас есть в комплекте классный чехол, с помощью которого вы сможете переносить ваш планшет. Что еще хочу сказать? На планшете есть прошивки, это оригинальный планшет, это полностью оригинальная продукция. Это не подвальный Китай, в котором, к сожалению, сейчас кишит рынок. Ну и, конечно же, этих планшетов в ограниченном количестве, поэтому если вы успеете... То же самое было с Одисами, помните, я посмотрел мои подзоры по Одисам, по Кэтам, я тоже показывал. Народ думал, 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 их разобрали, потом начали звонить. Хочу, 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 но их уже нет. Ну, это, кстати, даже еще лучше, чем Кэт и Одис. Начинка та же, но здесь 16 гигабайт встроенной памяти, 2 динамика стерео и металлическая задняя крышка. Поэтому такой вот себе эксклюзивчик. Ребят, вы видите сейчас на мониторе номера телефонов, по ним смело можно звонить, по ним смело можно заказывать, консультироваться по планшетам. Отправка в любой город по территории Украины, можно по предоплате, можно лужен-платежон. То есть мы заряжаем планшетик, устанавливаем на него программы, которые вы захотите, игры, которые вы захотите. Абсолютно бесплатно, кстати, входит в стоимость. Комплектуем его, проверяем. Вы получаете его на новой почте, к примеру. Включаете, проверяете все функции, только потом оплачиваете, счастливый, идете домой, даете кому-то подарок. Или там прям-прямо с новой почты забираете, идете, ездите в маршрутки, играете на нем, смотрите видео. Если у вас появятся вопросы, сразу же обращайтесь. Также будут указаны ссылки на сайты, на Маука, где можно купить, на Prom.ua, где можно купить, и на uastory.com.ua, на сайте, где тоже можно приобрести этот планшет. Ребят, спасибо за ваше внимание, был рад вам помочь. Если появятся вопросы, пожалуйста, еще раз обращайтесь. Мира и здоровья вам и вашим семьям. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok